На рассаду в апреле 2021 года можно сажать ранее сорта сладкого и острого перца, но делать это следует по лунному календарю. Предпочтение следует отдать разновидностям, которые созревают за 80-100 дней. Чтобы рассада росла здоровой и сильной и принесла максимальный урожай, важно проводить посев в благоприятные дни по лунному календарю. Для этого понадобится правильно подготовить посадочный материал, и в дальнейшем обеспечить растениями хороший уход. Какие сорта перца подходят для выращивания в апреле В апреле необходимо сеять такие сорта перца, которые созревают не дольше 120 дней. Если вы сажаете рассаду в апреле, то для этого подходят следующие разновидности овоща, буратино F1 гибрид, созревающие за 88-100 дней. Урожайность высокая. С 1 кВ. Имплантации можно собрать 10-13 килограммов плодов за сезон. Верность, сорт, достигающий технической спелости за 103-106 дней. Подходит для выращивания в теплице и в открытом грунте. Урожайность средняя, с 1 кВ. М-посадки можно собрать до 5 килограммов плодов. Латино F1, высокорослый гибрид, достигающий технической зрелости за 100-110 дней. Отличается крупными плодами, которые весят до 200 граммов. С кВ. М-посадки можно собрать до 14 килограммов перца. Князь серебряный, среднерослый сорт, который созревает за 90 дней. Подходит для выращивания в закрытом и открытом грунте. С куста можно собрать до 2,5 килограмма плодов. Винни-пух, разновидность, отличающаяся дружным созреванием плодов. В теплице они достигают технической зрелости на сотый день. С 1 кВ. Перечных насаждений можно собрать до 9,5 килограмма урожая. Плоды хорошо хранятся и не теряют товарный вид на протяжении месяца. Айвенга – разновидность, которая отличается неприхотливым характером и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Созревает за 105-115 дней. При правильной агротехнике с 1 кВ. Насаждений можно собрать до 7 килограммов урожая. Здоровье – высокорослый сорт, созревающий за 76-85 дней от появления всходов. Любим дачниками за неприхотливый характер, сильный иммунитет и способность плодоносить при слабом освещении. Урожайность средняя. С кВ. Насаждений можно собрать до 5 килограммов перцев. Импала – сорт горького перца, созревающий за 65-70 дней. Отличается высокой урожайностью, а также устойчивостью к вирусной мозаике. Тульский – гибрид острого перца, созревающий за 90-100 дней. При правильной агротехнике дает до 600 граммов урожая с куста. Стоит ли сажать перец на рассаду в апреле, не поздно ли? У многих дачников возникает вопрос, насколько оправдано сажать перец на рассаду в апреле 2021 года по лунному календарю. Не поздно ли? Если не было времени, чтобы сеять перца в феврале и марте, то можно проводить это мероприятие и в апреле. Но сажать в это время следует только ранее спелые разновидности культуры. Они успеют достигнуть за лето технической спелости, следовательно, подойдут для консервации и переработки. Внимание! Чтобы те перцы, что вы сажали в апреле по лунному календарю, достигли биологической зрелости и стали красными, рассаду следует сажать в теплицу, особенно в северных регионах. Тогда можно искусственно продлить лето, и собрать максимально спелый, поздний урожай. Благоприятные дни для посадки перца в апреле 2021 года по лунному календарю согласно лунному календарю для посева перца станут благоприятными такие дни, 3, 4 с 13 по 17, с 20 по 25 апреля. Посаженные в эти числа зерна быстро прорастут, а рассада будет крепкой и здоровой. Когда сажать перец в 2021 году по лунному календарю не стоит в апреле нельзя сеять такие числа, 1, 2, с 5 по 9, 26, 27 апреля. Согласно лунному календарю зерна, которые вы сажали в эти дни, могут не прорасти, а если сенции пробьются, то они будут слабыми и принесут минимальный урожай. Когда сажать перец в апреле в зависимости от регионов южных, центральных и северных регионов апрель считается крайним сроком, когда можно сеять перец на рассаду, несмотря даже на рекомендации лунного календаря. В каком бы районе вы ни проживали, не нужно затягивать с этим мероприятием, иначе зерна не прорастут или плоды не успеют вызвать за лето. Вегетационный период горького и сладкого перца одинаков, и сеять культуру можно в одно время. Но важно избегать неблагоприятных дней по лунному календарю. Семена лучше сеять сразу в индивидуальные емкости. Подойдут пластиковые стаканы, объемом в 200 миллилитрах. Но в них потребуется сделать дренажное отверстие, иначе от застоя влаги семена загниют. И желательно использовать непрозрачные емкости, так как корни перца лучше развиваются в темноте. Внимание. Сажать перец в апреле лучше на торфяные таблетки. В них рассада получает все необходимые вещества, и быстро развивается. При этом растение легко пересадить в теплицу или в открытый грунт, просто прикопав таблетку на грядке. Пошаговый алгоритм, как сеять перец, емкости заполнить питательным и продезинфицированным субстратом, не доходя до края на один сантиметр. Семена выложить на поверхность, присыпать тонким слоем почвы. Толщина грунта не должна превышать 1,1,5 см, иначе сеянцы не пробьются. В емкости можно класть по двум, трем зерна, если нет уверенности в жизнеспособности посадочного материала. Но придется удалить лишние ростки, оставив самые сильные экземпляры. Субстрат аккуратно сбрызнуть теплой водой из пульверизатора. Емкости накрыть стеклом или прозрачной пленкой и поставить в светлое место с температурой 25 градусов. Совет. Перед посевом семена можно подержать в растворе стимулятора роста, корневин, эпин, на протяжении 30 минут. Это повысит их схожесть. Прорастать семена будут в течение 10-15 дней. В процессе требуется ежедневно проветривать посадки, снимая конденсат при необходимости. Необходимо изредка сбрызгивать почву теплой водой из распылителя, не допуская ее пересыхания. Когда появятся сеянцы, укрытие можно снять. Особенности выращивания рассады перца для высадки в открытый грунт Выращивать рассаду перца открытого грунта надо по такому же принципу, как и для тепличного выращивания. Но перед тем, как разместить рассаду на грядках, понадобится ее закалить, чтобы приучить растения к обычным погодным условиям. С этой целью за две недели до мероприятия сеянца необходимо выносить на открытый воздух на 15-20 минут. Ежедневно увеличивая продолжительность таких сеансов. На что обратить внимание при посадке перца в апреле, если сеете перец в апреле, то вам важно ускорить прорастание и развитие рассады. Поэтому держать посадку следует на максимально светлом и теплом месте. И лучше размещать сеянцы на южном или восточном подоконнике. Важно. Если выдаются пасмурные дни, то желательно подсвечивать растения фитолампой. Причем световой день для них должен длиться не менее 12 часов. Как ухаживать за рассадой перца, посаженной в апреле, чтобы рассада перца выросла сильной и крепкой, мало сажать семена на растущую луну. Понадобится обеспечить саженцам хороший уход, который состоит из полива, подкормки и прищипки. Важно поддерживать возле молодых растений определенную температуру и уровень освещения. Рассада перца лучше развивается при ярком освещении. Но долго держать ее под прямыми солнечными лучами не следует. Так что в полуденные часы, с 12 часов ровно до 14 часов ровно, понадобится притенять растения. Для нормального развития сеянцам необходим световой день с продолжительностью в 14-16 часов. В пасмурную погоду лучше досвечивать их фитолампой. Возле растений важно поддерживать температуру в пределах 23-24 градуса днем, и 16-17 градусов ночью. Рассада не переносит сквозняков, но нуждается в свежем воздухе. Так что во время проветривания лучше выносить растения в другое помещение. Внимание. Нельзя держать емкости с рассадой близко друг к другу. Иначе растения будут вытягиваться. Рассада перца нуждается в регулярном, но умеренном поливе, который следует проводить по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Для орошения требуется использовать фильтрованную воду, отстоянную на протяжении одного-двух дней. И лучше подогревать ее перед применением до 20-26 градусов. А опытные садоводы рекомендуют использовать для полива талую или дождевую воду. Подкармливать рассаду перца необходимо не менее вторых раз до посадки на грядку. Первый раз внести удобрение требуется, когда на перцах образуется по четырем настоящих листа. Повторно подкормить рассаду необходимо после появления шесть листьев. Для удобрения лучше использовать настой коровика или куриного помета. Из минеральных подкормок подойдет раствор гумата калия, 5 миллилитров на 2 литра воды. Прищипка стимулирует рост боковых побегов. И тем самым увеличивает урожайность рассады. Проводить это мероприятие нужно, когда саженцы достигнут высоты в 15 сантиметрах. В процессе следует удалить верхушку культур, выше 4-6 междоузлия. Для процедуры нужно использовать острый дезинфицированный инструмент. После мероприятия перчики желательно опрыскать раствором стимулятора роста, и пин-циркон. Сея перец на рассаду, неопытные садоводы могут совершать такие ошибки, использование нежизнеспособных семян. Даже качественный посадочный материал может не прорасти. И важно предварительно проверять семена на всхожесть. Для этого нужно залить их слабым соляным раствором, 3%, на 10 минут. Использовать стоит только те зерна, что опустились на дно. И перед посевом их понадобится тщательно промыть чистой водой. Использование лейки для полива. Под напором воды корни рассады оголяются, что негативно сказывается на ее развитии. Для полива молодых сеянцев стоит использовать мелкодисперсный распылитель. Выращивание в плохо освещенном месте. Для нормального развития рассады перца нужен световой день с длительностью в 12-14 часов. Держать растения стоит возле южного или восточного окна, а в случае пасмурной погоды желательно дополнительно подсвечивать их фитолампой. Иначе сеянцы сильно вытянутся, что негативно скажется на будущем урожая. Выращивание на подоконнике. Возле окна температура всегда ниже, чем в помещении. А от батарей может идти слишком горячий воздух, пересушивающий грунт. Чтобы корни рассады не страдали, стоит ставить емкости с перцами на доску, пенопласт или другой утепляющий материал. Использование водопроводной воды для полива. Перец не переносит хлор. Если орошать рассаду водой, взятой непосредственно из крана, то она может заболеть и даже погибнуть. Ответы на частые вопросы в процессе посева и выращивания рассады у садоводов нередко возникают такие вопросы. Можно ли использовать для выращивания рассады огородную землю? Нет. Для посева семян стоит выбирать универсальную смесь, предназначенную для выращивания рассады. Можно сделать субстрат самостоятельно, смешав торф, перегной и песок, 2, 2, 1. Нужно ли обеззараживать грунт? Да, в магазинам и домашнем субстрате могут обитать микробы и вредители. И чтобы они не навредили рассаде, смесь нужно дезинфицировать, прокаливая в духовке или прогревая на пару. Как ускорить процесс выращивания рассады? Можно заранее прорастить семена. Для этого их нужно разложить на влажной ткани и поставить в светлое место с температурой 25-28 градусов. По мере высыхания материал стоит сбрызгивать теплой водой. Когда семена проклюнутся, их необходимо сеять в грунт, стараясь не повредить проклюнувшиеся корешки. В заключение в апреле еще можно сеять перец на рассаду, но стоит выбирать для этого ранеспелые сорта овоща. Также очень важно проводить это мероприятие в благоприятные дни по лунному календарю. И если придерживаться правил агротехники, то с культур можно собрать хороший урожай. Правда такие плоды не стоит оставлять на хранение, лучше сразу пустить их в переработку.